Сразу отвечу, где находится датчик включения вентилятора. Он находится в радиаторе, вот здесь. Здесь стоит воздухан, вот я его снял для удобства. Подлазим сюда. Вторая фишка, это как раз вот эта квадратная, она идет на датчик включения вентилятора. Вот он стоит в радиаторе. Так, значит, устанавливать я буду вот такой вот датчик трехконтактный от Volkswagen Audi. Здесь на коробке написано Audi 80 вообще. Температура почему-то здесь не указана ни на самом датчике, ни на коробке. Странно, короче, в комплекте алюминиевая шайба. Все, сейчас втыкаем. Заранее была приобретена сюда сразу фишка. Новая тоже отдал за нее тысячи деньги, за датчик три тысячи деньги. Вот она фишка. Получается. Вот фишка, это я с нее резинку снял, потому что я эти провода ставить не буду. Я не буду соединять. Сейчас я вам покажу, как я это сделаю. Ключ, значит, на 30 там был. У того датчика, у родного. Сейчас посмотрим, у этого на сколько. У этого, судя по всему, на 27. Нет, тоже не 27, видимо, на 28 какой-то. Видите, на 30 большой. Ладно, не суть. Сейчас закрутим. Тот я уже сорвал датчик. Вон уже антифриз потек. Сейчас его поменяю. Прямо не сливаю антифриз. Смотрим, значит, вот он. Оригинальный датчик, который здесь стоял. Сейчас попробую разглядеть вообще фирму. И если присмотреться, вон, видите, окислый. Судя по всему, это и есть проблема. Почему он, собственно, перестал работать. Смотрим, 92,82. Ага, вон фирмы Foyer здесь стоял. Короче, 12,500 этот датчик стоит сейчас. Итак, датчик от Volkswagen интегрирован. Стоит он уже там на месте в радиаторе. Здесь я проводку размотал. Вот она, собственно, оригинальная фишка. Что мы будем делать? Я не буду делать никакие скрутки, ничего. Чтобы не было всяких там лишних окислений. Берем, значит, Volkswagen разъем на этот датчик. Здесь просто мамки. Для этого мы их вытаскиваем отсюда. Вот эти провода. А сюда будем уже просто на место обжимать новые мамки. И подключать, как оно и должно быть. Для этого нужно будет посмотреть распиновку этого датчика. И посмотреть распиновку этой фишки на Рено. Но, чтобы на Рено я посмотрел, короче, в интернете что-то проблематично найти. Нам самое главное нужно найти, куда здесь приходит плюс. Чтобы плюс поставить. А дальше первая, вторая скорость. Ну, можно будет их поменять местами. Это не проблема. Посмотрим, какая будет срабатывать. Теперь берем этот разъем. Нам нужно достать отсюда пины вот эти. Берем иголку. И засовываем его вот туда. Нам нужно чуть-чуть просто согнуть этот усик. И вытащить наш, собственно, разъем мамку. Вот так. То же самое делаем со вторым. И то же самое делаем с третьим. Наша фишка пустая. Сюда мы обожмем новые. А вот они, эти мамки, которые нам в дальнейшем пригодятся еще куда-нибудь. Теперь снимаем, собственно, на память, вдруг кому-то пригодится, куда какие пины подключены на штатном разъеме у Рено Меган 1. Это двигатель К7М восьмиклапанный. Для чего я это делаю? Потому что самому порой надо. И ты не можешь найти. Никто это нифига не показывает. Поэтому я буду специально показывать. Собственно, три провода. Что плохо, здесь резинку я не могу снять, потому что они залиты. Я не хочу нарушать вот эту герметичность. А один пин уже немножко такой вот. Видите, слева он такой погнутый какой-то. Плюс у нас получился вот этот верхний правый. Это у нас плюс. И мои предположения оказались неверны, представляете? Я думал, что чем толще провод, тем это будет плюс. Но нет, это не плюс. А плюс все так же есть. Ну, значит, какой ваши ставки? Желтый или красный? Или морковный? Что же у нас плюс? Ну, если вот так вот смотреть, как подходит, то, скорее всего, желтый. Вот видите, как он подходит? То есть, как раз если перевернуть вот этот правый, у нас и получается, что это желтый провод. Сейчас перережем его и посмотрим. И, собственно, я оказался со второго раза уже прав. Да, действительно. Желтый провод. Такой тонюсенький. Это у нас плюс. Вот как он и приходит сюда, собственно, вот. Смотреть. Да. То есть, коричневый, это вот самое главное, получается, что нижний, судя по всему. И вот этот красный, он слева, нижний. Судя по всему, по расположению, именно вот так вот все это и приходит. Все, мы поняли, что у нас желтый провод, это плюсовой. Соответственно, подключать будем сейчас. Смотреть распиновку этого фольксвагенского разъема. Итак, вот обжал уже мамки с помощью вот такого кримпера. Все, никаких соединений лишних не будет. И осталось только засунуть их в пластмасску. Сразу определяем, где у нас смотрим плюс. И потом смотрим крайние. С одной стороны у нас плюс, с другой стороны это вторая скорость. А первая скорость у нас посередине. Все, провода уже вставлены. Так как по распиновке там вид сверху стоит, что вот это слева у нас крайний плюс, справа вторая скорость. Поэтому здесь у меня плюс это желтый провод. Вторая скорость, я думаю, это все-таки вот этот провод будет потолще. И первая скорость центральной. Я думаю, что это здесь должно быть так же. Все, подключено. Теперь вставляем, прогреваем машину и сойдем к включению вентилятора. Посмотрим, какая скорость заработает. Итак, в фишке разъем пришлось немножко поправить, так как получилось немножко несоответствие. И как я это понял, понял я это по релюшкам. Потому что вот это реле с правой стороны, которое стоит, это высоких оборотов. То есть вторая скорость, это реле низких оборотов. Первая скорость. При включенном зажигании, когда я замыкал контакты, первый, второй, у меня получается срабатывало вот это реле. А когда замыкал первый, третий, срабатывало вот это. А так как на датчике, который здесь стоит от Volkswagen, крайний контакт должен быть, это вторая скорость. А у меня получилось наоборот, что это малая скорость. Поэтому мне пришлось перекинуть местами. И теперь это выглядит вот так. Я почему-то думал, что вот этот коричневый провод толстый, это как бы, наверное, вторая скорость. Потому что помощнее. А получилось, что наоборот. Коричневый провод, это как раз-таки первая скорость. А вот этот тонкий, оранжевый, это вторая скорость. Вот и все. Вот такая получается распиновка. Сейчас, по идее, я должен реле замкнуть. Вот рукой я его замыкаю и должен включиться вентилятор. Что и требовалось доказать. А теперь минимальная которая скорость посмотрим. А первая скорость, получается, у нас сейчас не работает. Не работает, возможно, из-за того, что нет сопротивления. Либо еще по каким-то причинам. Сейчас тоже посмотрим. Попробуем разобраться.